Вот, у нас дом теперь вообще по красоте сделан, смотрите, как прикольненько, да? Конечно, выглядит коробочкой, но для первого раза, я думаю, самое то. Приветствую всех на канале Илюша, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Card Life. Как вы помните, мы остановились на том моменте, что мы построили уже вот такой небольшой домик, надо, мне кажется, его достроить нам. И ещё, ребят, у меня есть вот такие планы на сегодняшнюю серию, я хочу уже сделать вот такой каменный топор, чтобы нам легче было добывать всё-таки дерево. И ещё каменную кирку, чтобы нам легче было добывать непосредственно сам камень, который как раз-таки тут и находится, вот рядом с нами. Так, ну что ж, давайте, в принципе, сначала, я думаю, как раз-таки мы сделаем кирку, потому что нам надо добыть камень, и сделаем каменный топор, чтобы нам быстрее всё-таки можно было добывать наше дерево. Так, ну что ж, не буду я рисовать, давайте мы сразу тогда создадим вот эту дефолтную кирку, тогда сейчас мы её выбираем, и будем добывать, естественно, вот этот камешек, чтобы нам всё-таки скрафтить новый топорик. Не знаю, ребят, сколько выпадает камня с одной единицы этой площади, но будем надеяться, что довольно-таки много. Ну, а пока что мы добываем и добываем, и давайте уже, наверное, посмотрим, могу ли я всё-таки создать каменный топор или нет. Сейчас мы, ребят, это проверим. И да, ребят, каменный топор мы уже сделали, и это, ребят, очень хорошо. Значит, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас идём тогда добывать дальше наше дерево, и будем, естественно, достравить наш дом. И смотрите, ребят, как он быстро теперь рубит. Это меня очень сильно радует, то есть этот топор намного быстрее, ребят, добывают. Это очень чётенько. Так, давайте тогда сейчас до конца вот так это дерево добудем. И, кстати, тут у меня ещё справа сбоку пишет «Получите свои награды». Поэтому давайте сейчас мы тогда нажмём кнопочку «J» и в итоге видим то, что у нас вот сколько наград. И за каждую миссию нам даётся определённая награда, ребят. Ну что ж, дай тогда мы соберём сейчас все вот эти награды и будем надеяться, что у нас теперь вообще дофигища ресурсов будет. И всё-таки всё вот это добро поместится к нам в инвентарь. Так, а что ж, вот это я могу собрать? Да, ребят, отличненько. Значит, архитектор мы ещё собираем и дом-любимый дом. Всё, отлично. Значит, в принципе, вот это последнее у нас получается, да? Мы собрали все награды. И теперь у нас следующая задача «Защитник». Сделай каменный доспех оруженоса. Ну, в принципе, потом мы это сделаем. А сейчас, ребят, я пока что буду добывать очень много ресурсов. Потому что я хочу, ребят, сразу же, прям, чтобы постройку дома быстренько делать, добыть ресурсы. И не бегать туда-сюда кучу раз. Ну, и вот мы нашли достаточное количество наших ресурсов. В принципе, у меня, ребят, больше соточки дубовой древесины и больше соточки волокна. Я думаю, нам вполне этого хватит. И что же, в принципе, в прошлом ролике мы поняли, как всё-таки делать стену с окном. Достаточно её просто тупо, ребят, прорезать. Поэтому давайте сейчас мы это сделаем. И в итоге, вот, у нас уже есть как раз-таки непосредственно трафарет того, как всё-таки сделать наше окно. Так, и давайте тогда будем вырезать его, да? Так, вот, смотрите, у нас как раз-таки есть вот такая область. Сейчас мы вырежем вот такое окошечко. И будет у нас прикольненькая стена. Да, ребят, отличненько. Вот у нас есть одна стена с окошечкой, да? Поэтому давайте тогда сейчас, наверное, сразу же её поставим, чтобы нам не мешалась она. И чтобы всё стояло на своих местах. Ну, вот, ребят, смотрите, одно окошечко уже есть. Сейчас мы ещё поставим сюда фундамент. Тут мы сделаем такую отдельную комнатку. Конечно, я тупанул в прошлом ролике то, что поставил здесь стену. Но, в принципе, ничего страшного. Я сделал тогда вход вот здесь. Так, ну что ж, значит, сейчас мы крафтим, ребят, фундаменты. Потому что нам надо построить до конца фундамент, а потом уже будем фигачить непосредственно стенки. Ну что ж, где у нас находится-то? Вот оно, основание. Поэтому давайте тогда крафтим их, наверное, штуки три сначала. Даже побольше, наверное, штучек шесть, чтобы прям до конца, ребят, всё сделать. И потом уже приходить к стенкам. А дальше можно и построить, ребят, даже наш потолок. Так, ну сколько мы уже сделали? Пять штук. Ну давайте всё последнее тогда доделываем. И приступаем строить наш дом до конца. Точнее, нашу основу для дома. Так, тут мы делаем вот так. Потом вот так. Вот так. И получается, вот эта штучка встанет. Да, ребят, отлично. По сути, надо бы ещё продолжить. Но, мне кажется, вот этот фундамент тут будет мешаться или нет? Нет, ребят, нормально ставится. Я думал, всё-таки нам будет мешать вот именно вот эта поверхность. Потому что, смотрите, тут, в принципе, гора. Но, в итоге, всё нормально ставится. Значит, смотрите, нам не хватило одного фундамента. Мы сейчас его быстренько скрафтим опять же. И будем доделывать непосредственно наш домик. Так, ремесло. Готовим вот этот фундамент. И давайте сразу же, пока я не вышел из инвентаря, я приготовлю ещё пару стеночек. Именно с окошечками. Потому что я хочу ставить сначала окна. А потом уже приступать к обычным стенкам, которые, ребят, без окошка. Смотрите, сейчас мы сделаем, значит, вот такое окно. Будет оно у нас немножко нестандартное. Вот так я его сделаю. И давайте тогда сейчас вот так вырежем его. Отличненько. Создать. И давайте тогда ещё такое же окошечко мы сделаем. Только на этот раз я сделаю обычное отверстие. Вот. Всё. Отлично. Сейчас мы тогда их берём. И в итоге ставим на своё место. Ну, значит, окошечко вот это мы ставим вот сюда. Потому что оно, ребят, похоже вот на вот это предыдущее. А, которое у меня необычное, я поставлю сзади. То есть она будет у меня ставить здесь. Как раз таки будет смотреть вот сюда на эту пещерку. Чтобы мне смотреть всяких монстров. Вдруг они, ребят, придут ко мне и разрушат мой дом. А мне надо за ним следить. Ну что же. Вот у нас уже фундамент построен. И это мне очень сильно нравится. Так. Где у нас вот именно то окошечко, которое, ребят, вырезал? Да. Вот оно у нас тут находится. Сейчас мы его поставим сюда. И в итоге, думаю, остальное можно, в принципе, застроить обычными стенками. Потому что вполне уже достаточно много у нас окон. И освещение будет, в принципе, нормальное. Так. Ну а сейчас мы тогда приступаем опять к крафту наших стенок. И будем их расставлять до конца. Ну вот я накрафтил уже 8 стенок. Я думаю, пока что мне столько стеночек хватит. Значит, одну здесь. Потом тут. Ну, короче, ребят, всю по периметру здесь ставим. Тут закрываем как раз таки вот это окошечко. И вот тут мы тоже заканчиваем нашу изгородь. Все, ребят, отлично. Дом, в принципе, уже, можно сказать, готов. Давайте тогда сейчас мы тоже вот сюда вот эту стеночку поставим. Чтобы у нас вот так одинаково было. И тут мы сделаем мини-комнатки. Только я не знаю, конечно, что тут можно расположить. Но, в принципе, позже можно придумать. Так. И в итоге у нас остается одна стена. Я даже не знаю, ребят, что для нее сделать, в принципе. Ну, давайте мы ее оставим так на будущее. А сейчас я, ребят, все-таки придумал, что мы будем делать. Мы сейчас возьмем одну стенку с дверью. И поставим ее прямо посерединке. Потому что у нас будет, получается, вот такой предбанник, да, что ли. А, вот, ребят, все, отлично нашел. Теперь мы нажимаем ремесло. И ставим ее вот таким вот образом. Все, ребят, отлично. В принципе, уже первая часть нашего дома готова. То есть, первый этаж. И я думаю, сейчас мы опять пойдем за ресурсами. Потому что нам уже не хватает, на самом деле, их. У нас, в принципе, осталось, смотрите, 7 дубовой древесины. И 6. Можно, в принципе, их объединить. Да, ребят, отлично. И давайте тогда на оставшуюся древесину мы сделаем потолки. Если, конечно, они тут вообще, ребят, есть. Ну да, смотрите, деревянное покрытие. Ремесло. И сейчас создадим столько, сколько, ребят, нам позволяет наши ресурсы. Ну, в принципе, это 3 штучки. Значит, мы сейчас тогда их сразу же, ребят, поставим. И, в принципе, можно еще заодно поставить столик, который нам выпал с достижений, да. И будет, на самом деле, очень уютненько у нас дома. И мне, ребят, интересно, у нас тут будут какие-нибудь пилары. И надо ставить какие-нибудь столбы, чтобы у нас была какая-то опора на наши потолки. Либо же, ребят, просто так можно бегать и все. Так, кстати, только что у нас тут был огонек. И откуда это? Что это, ребят, было? Давайте-ка сейчас выйдем, посмотрим. Не, ребят, смотрите, рядом никого нет. Хотя вот, вот, ребят, откуда-то отсюда у нас огонек происходит. Может быть, это просто светлячки летает. Ну, ладно, хрен с ним. Давайте тогда сейчас я опять продолжу добывать наше деревцо. И закончим, наконец-таки, с первым этажом. Ну и вот я добыл 41 штучку древесины. Я думаю, нам вполне хватит для того, чтобы доделать именно вот эту часть. Так, ну что же, приступаем тогда опять же к крафтингу нашего потолочка. Так, смотрите, вот он здесь находится. И, кстати, ребят, я что-то тупанул. Можно же просто тупо сразу же количество вот такое определенное выбрать. И в итоге нам хватает на 9 потолков. Так, мне кажется, это даже, ребят, будет на самом деле многовато. Давайте сделаем 7 потолков. Потому что у нас тут одна штучка и 6 на вот эту основу. Так, ну, значит, нажимаем ремесло. Создать. И вот, ребят, как у нас получается. Сразу же нам достаются вот эти потолки. И давай тогда непосредственно будем их ставить. Потому что осталось нам совсем чуть-чуть. И в итоге наш домик уже будет, наконец-таки, готов. Ну, а думаю, ребят, в следующих сериях мы уже можем приступать как-нибудь исследовать нашу карту. И, естественно, еще дальше улучшать наш дом. Это строить, допустим, второй этаж. Может быть, на нем что-нибудь сделано такое прикольненькое. Ну, а пока что нам надо еще обустроить первый этаж, да? Мы пока что это не сделали. И, кстати, ребят, у меня еще есть лестница. Давайте мы сейчас ее попробуем подставить как-нибудь вот сюда. Да, ребят, отличненько. Вот, у нас дом теперь вообще по красоте сделан. Смотрите, как прикольненько, да? Конечно, выглядит коробочкой. Но для первого раза, я думаю, самое то. Так, и что ж. Давайте тогда сейчас мы сделаем такой церемонный момент. В плане того, что я сейчас, наконец-таки, поставлю наш столик. Так, и куда его, интересно, можно впиндюлить? Ага, смотрите, ребят, как он огромный-то. Ни хрена себе, зачем нам такой стол-то? Или, стоп, или это не стол, ребят? Что это вообще такое? Мне кажется, это какая-то платформа, да? Да, ребят, это, в принципе, деревянная квадратная основа. Я, конечно, не понимаю, чем она отличается от этой. Но, видимо, есть какой-то в ней шарм. Так, а тут есть стол или еще что-нибудь? Не, ребят, в принципе, что-то я пока что этого не вижу. Но, думаю, в следующей серии можно это сделать. Хотя, вот, смотрите, вот они, эти столы. Давайте тогда сейчас мы поставим кровать. Да, чтобы у нас было все-таки место для сна. Да, отлично, создаем нашу кроваточку. И, в принципе, еще можно сделать настольный факел. Ребята, замечательно, потому что я хочу все-таки сделать освещение в нашем доме. А то у нас как-то слишком темновато, да? И где же нам все-таки обустроить кроваточку-то, да? Я думаю, наверное, вот так можно поставить. Но, блин, ребят, нам надо все-таки как-то распределить грамотно, чтобы потом мы могли выходить как-то нормально на второй этаж. Ну, давайте, допустим, как-нибудь вот тут-то можно поставить, я не знаю. Или вот так, ребят, сейчас мы расположим нашу кроваточку. Ну да, смотрите, вот так, в принципе, самое то. И тут у нас как раз-таки, я думаю, будет лестница на второй этаж. А можно поспать или нет? Смотрите, ребят, в принципе, кровать есть, а спать на ней нельзя. Что это за подстава-то? Ну, сейчас тогда мы поставим факел. Факел я установил в этом месте, чтобы нам спалось лучше. И давайте тогда на этом заканчивать наш выпуск по игрушке под названием Card Life. Если вам понравилось это выживание и вы хотите следующей серии, то пишите обязательно об этом в комментарии. Ну, а с вами был Илюша. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok